здравствуйте дорогие мои оборотники и садоводы я приветствую вас вы в гостях и елена сегодня я хочу вам показать растения которые мы сажали я сажала не с вами просто я не успеваю все сажать как бы и видимо видео снимать но я решила посеять а потом вам рассказать как это я сделала и уже наглядно хочу вам показать смотрите посеяла я пенсимон вот ой-ой-ой показываю вам вот такое шикарное красивое растение вот это пенсимончик смесь расцветок это пенсимон кобо значит биотехника сейла и аэлита сейла-а это сенсация пенсимон это одна летка показываю вам смотрите 15 сенсация 1 летка а пенсимон Q0b это многолетка то есть есть и многолетний и однолетний пенсимон пенсимон вот такое вот растения. Очень красивое растение. Я сразу вам говорю, посадите. Высотой, значит, на 70 сантиметров, а цветочки такие, как собачки. Тоже похожи на собачек. Обратите внимание, здесь покрупнее, сейчас покажу. Как на львиный зев. Вот, если посмотреть, то львиный зев более выраженный, но это примерно. Вот. Еще называют их свадебные колокольчики, если кто, как бы, знает об этом. Вот. В простонародье свадебные колокольчики их называют, девочки. Вот, просто вам советую. Это такая красота. Это просто слов нет. Вот. Это у нас, значит, однолетка. Вот. А это многолетка. Вот такая красота. И сеять я вам расскажу, как поверхностно, как мы с вами сеем лобелию, как мы с вами сеем, значит, петунью, точно так же семи пенстимон, потому что он имеет тоже мелкие-мелкие семена, такие, как и у петуни. Вот, обратите внимание, я сейчас поверну так, и скажу вам, значит, пенстимон сенсация, пенстимон смесь. Так. Могу вам показать схожесть двух, это многолетка, а это однолетка. Что многолетка хорошо взошла, что однолетка. Однолетка чуть больше, но я хочу сказать вам, что он имеет ну, как бы, не сразу, значит, дружные сходы. То есть, еще они будут сходить потихонечку. Смотрите, они прям у меня по краям, прям везде. Вот это однолетка. Сенсация. А вот это вот коба. Многолетка. Очень хорошо взошли. Видите, у меня здесь сверху вермикулит. Обязательно это нужно делать, мои дорогие. И я сейчас не буду посыпать сюда песочек. Я немножечко подожду, потому что, возможно, что еще взойдут. Вот. Я пробовала вот так посыпать сразу, как только немножечко взойдут. Некоторые я пробовала сразу посыпать. И на моем опыте горьком не делайте так. Я подожду еще немножечко и засыплю. Но что хочу сейчас сказать. Я уже буду открывать в день, то есть по два раза. Вот она у меня была коробочка вот такой плееночкой накрыта и в обхвате была резинка. Я теперь буду до всходов, я старалась не открывать, вот взошли, я теперь буду открывать надолго, даже на часочек, вот так вот. То есть проветривать, чтобы не было плесени. Но песком, вот я день-другой еще подожду и обязательно засыплю песком, потому что я вот здесь вот вижу мелкие-мелкие-мелкие, они у меня уже так еще должны взойти. Вот такая красота. Вот такую прелесть я посадила. И вот я так решила вот как бы посеять, потом вам буду как бы показать уже всходы, и рассказать. Потому что очень долго я, как вы заметили, много цветов сажаю, стараюсь посадить больше цветов для того, чтобы показать вам, как их сажать. В основном так, мои дорогие. Много многолетников, которые я бы уже как бы, ну, потихонечку... В общем, хочу сказать вам, что постепенно вот этот новый сад я засею многолетниками, засажаю или засажу многолетниками. И буду только подсаживать, чтобы сделать миксбергер вокруг дорожек, подсаживать это однолетку. Вот. И поэтому как бы немножечко мой кружочек сомкнется. А может быть и будет место, такие по-прежнему будут сажать много. Но я хочу показать вам, как можно вырастить то или иное растение, тот или иной сорт цветочков. Вот так. Вот. Потом вот хочу посадить, вот будем в следующий раз, мы с вами будем сажать, значит, пряные травы, чабель, гном, кервель посадим. Я уже сажала его, просто обалденно. Видите, тут даже нарисованы томат и огурчик. Я его добавляю в закрутки. Ну, в смысле, в консервации. Посеем мелису. Вот у меня, видите, у меня мелису, у меня она растет, но просто хочу, чтобы, ну, вы видели, показать вам, как сею я. Видите, я взяла разных производителей. Потому что, девочки, сейчас, если вы берете, не берите один пакетик, не берите одного производителя, потому что схожесть, ну, кошмар, ну, честное слово, девочки. Вот посеяла я лук, и многие пишут, что всхожесть никакая. Вот я тоже за свои переживаю. Но у меня там разные, какие уж выйдут, так и будет, разных производителей. Очень сложно. Мучаешься, правильно, я вас поддерживаю, когда вы мне пишете. А потом вот так вот. Я согласна. Согласна и у меня, так и у всех. Схожесть, значит, плохая. Желает ожидать лучшего. И поэтому вот у меня, значит, не и сок, значит, мелисса, лимонный аромат получился у меня из аэлита и гавриш. Вот. Вот посею. Посмотрим, как вот будет сходить. Ну, вот. Мелисса всходит лучше. Если посадите мяту, то она чуть-чуть хуже всходит, мята, чтобы вы знали. В смысле, дольше, дольше, неправильно я сказала. А так, конечно, у меня есть она в саду. Мята есть ее много, она как грязь. Хочу сказать, если вы будете сажать мяту, мелису, вот такие вот травы, то ограничьте расстояние им роста. Что делаю я? Я просто вбиваю либо шифер, либо сажаю в старое ведро без дна, либо делаю из дерева короб и вкапываю, для того, чтобы она не запускала свои корневища, иначе они как ссор. И обязательно имейте отдельную грядочку для этого. Вот здесь, типа, растет моя мелиса мята. Вот, чтобы вы знали. Вот так. Ну что же, мои хорошие, мы сегодня, конечно, концентрируемся с вами, естественно, на пенсимоне, мои дорогие, на этом замечательном растении, на этих прекрасных колокольчиках, таких красивых, которые действительно называются, в простонародье их называют свадебные колокольчики. На самом деле, они такие красивые, вот тут покрупнее, поближе покажу вам, а тут вот помельче. Всевозможные окраски, вот такие тона, лиловые, розовые, просто обалденно красивые, белые. Есть еще, вот видите, внутри язычочек, значит, ротик у них белый, а сами они лиловые, красный язычок белый, а вот посмотрите, нежно-розовый, какой вот край, сам белый, нежно-розовый, есть чисто белый. Ну, очень красиво, очень. Я вам очень советую посадить. Тем более, что они выращиваются, я вам сказала, как, очень просто, как лобелия, как петунья, это мелкие семена, их все, все нужно сажать сверху, по поверхности почвы, и они все выращиваются на свету. Запомните это, и это очень важно, потому что многие пишут, вот кто-то там посадил лобелию, девушка одна молодая, и я ее засыпала, говорит, и вот что-то нет всходов долго. Вот, поэтому все мелкие, все пыльные семена, и даже есть, которые чуть-чуть крупнее тоже, вообще очень много растений, которые даже крупные есть, они тоже всходят на свету. Будьте внимательны к этому, я вам сказала о мелких, в основном, вот сейчас вот о семенах, потому что речь идет о мелких, но есть, конечно, сорта цветов, которые даже и крупные, по поверхности. Вот даже хочу сказать вам, что вербена, она имеет такие длинненькие, длинненькие зернышки, и они довольно-таки крупные, но она тоже всходит на свету. Я пробовала ее и закрывать, и открывать, вот в плошечке, и так и сяк. И хочу вам сказать, что закрытые, там вообще можно 2-3 выйти, они взойдут, но чуть-чуть, а открытые обязательно. Потом мы аккуратненько подсыпаем песочку, либо земельки, и все замечательно. Ну что же, сегодня, значит, я показала вам первую часть о посадке пенстимона. Летник и многолетник. Вот так. Вторая часть я вам покажу потом, когда они у меня будут большие, и будем говорить потом о них. Значит, сейчас, если вы уже посадили такое растение, если вы будете только сажать, не забывайте, пожалуйста, следить за конденсатом. Я всегда на это делаю упор, и очень несколько раз повторяю вам, мои хорошие, я понимаю, это для начинающих, я говорю, кто уже сажал, тем новшеств никаких нет. Я не расскажу им, не открою им Америку. Вот. А только для тех, кто начинает, обязательно проветривать, обязательно следить. Особенно, когда они уже взошли. Вот они у меня взойдут еще, вот вижу, что там еще вот-вот. То есть, потом я уже не буду накрывать, но я посыплю песочком, и буду следить за влажностью почвы. Эти мелкие растения надо ставить на свет, на подоконник, если у вас нет подсветки, либо под подсветку. Обязательно это нужно делать и помнить. Посадили мы, посадила, значит, я пенстимончик, значит, то же самое, 1 марта. Сегодня 6-й, вот вы видите, какие всходы. На 5-6 день, скажем так, вот всходы. Ну все, пока-пока, мои хорошие. Угу.